Сегодня запущен первый автобусный рейс по маршруту Баку-Физули-Баку. На первом этапе автобусы будут курсировать один раз в неделю. Первый пассажирский автобус уже прибыл в Физули. Сопровождает пассажиров и съемочная группа CBC. Моя коллега Эсмира Алиева выходит на прямую связь со студией. Здравствуйте, коллеги. Сейчас мы находимся на территории Физулинского района. И сегодня сюда прибыл первый автобус по маршруту Баку-Физули. С сегодняшнего дня запускаются регулярные рейсы в данном направлении, которые будут осуществляться каждую неделю по субботам. Междугородний регулярный автобусный маршрут Баку-Физули-Баку был введен в эксплуатацию в рамках расширения пассажирских перевозок в Карабах. Государственная служба автотранспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана продолжит работу по созданию регулярных автобусных маршрутов по наиболее востребованным направлениям. Все это будет осуществляться с учетом безопасности перевозок пассажиров на освобожденные территории Азербайджана. Также при посещении религиозных, культурных и исторических памятников граждан сопровождают гиды. На первом этапе пассажиры смогли посетить сельскую мечеть Мердзинли, центр города Физули, и дальше они направятся в новый международный аэропорт, который также находится на территории Физулинского района. Большинство тех, кто присутствует на данном рейсе Баку-Физули, это именно уроженцы Физулинского района, которые были вынуждены покинуть данный район вследствие оккупации. Ранее нам удалось взять у них интервью. Послушаем, что они нам сказали. Моё детство прошло здесь. Сейчас пытаюсь найти могилы близких людей, но всё разрушено. Я очень взволнован, ведь это моя первая поездка на освобожденные территории. Тай бог здоровья отважным военнослужащим Азербайджана, нашему президенту. Они вернули нам родные земли, исполнили нашу мечту. Вернуться в эти края – желание каждого уроженца. Мне 70 лет, из них 30 я провёл в тоске по родному дому. Увидел эти места и словно помолодел. Мы уверены, что в ближайшем будущем навсегда вернёмся в родные края. Великое возвращение не за горами. Уроженцы Физули высоко ценят восстановительные работы, которые проводит правительство. Слава богу, мне посчастливилось вновь увидеть эти земли. Мы чтим память героев, павших в борьбе за территориальную целостность страны. Желаем крепкого здоровья нашим ветеранам. Благодарим их родителей за то, что вырастили таких патриотов. Для нас это священные земли. После освобождения они стали в сто и даже тысячу раз дороже для нас, потому что за освобождение этих территорий отдали жизни сотни наших героев. Благодаря им я снова дома. Мои впечатления не описать словами, я переполнен чувствами. Также стоит отметить, что международный регулярный маршрут Баку-Физули-Баку запущен в рамках расширения пассажиропотока в Карабах. Также регулярно автобусные маршруты осуществляют поездки на освобожденные территории с 24 января. Эти поездки все однодневные. С этого периода и по сегодняшний день было осуществлено порядка 200 подобных поездок. Ранее они выполнялись исключительно по направлениям в город Шуша и Агдам. Таким образом, данные территории смогли посетить свыше 8,5 тысяч человек. Для посещения освобожденных территорий необходимо наличие COVID-сертификата. Также билеты необходимо приобретать в онлайн-формате. При покупке билетов также необходимо вводить паспортные данные. Таким образом, их нельзя передавать третьим лицам. Открытие автобусных рейсов стало возможным за счет большой работы по очистке данных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов. При этом вопросы безопасности все еще остаются актуальными. Таким образом, граждан, которые принимают участие в данных поездках, призывают как можно больше их соблюдать и не отклоняться от установленного маршрута. Определенная категория граждан может воспользоваться данными поездками бесплатно. В их числе герой отечественной войны, национальный герой, север погибших героев, а также ветераны войны. Студия. Спасибо, Эсмира. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Эсмира Алиева. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok